Всем привет! Меня зовут Анастасия Реченкова. Я фронтенд-разработчик с 5-летним стажем. Работаю с VGS в датской компании Craftware. И сегодня мы с вами разберем, что из себя представляет язык программирования Java. И сначала немного истории. Изначально язык назывался Oak, Dupe. Джеймс Гослинг разрабатывал его для программирования бытовых электронных устройств. Но из-за того, что язык с таким названием уже существовал, Oak был переименован Java и назван он в честь марки Coffee, которая, в свою очередь, получила название от одноименного острова Java. Именно поэтому на официальной эмблеме языка изображена чашка с горячим кофем. Хотя существует и другая версия происхождения названия, как отсылка кофемашины, к примеру бытового устройства, для программирования которого изначально язык и создавался. Java — это достаточно универсальный язык программирования, который часто используется для веб-разработки и для разработки под Android. Одним из самых больших преимуществ Java считается независимость от платформы, процессора. Смотрите, основа технологии Java — это ByteCode. То есть программа хранится в специальном коде, независимом от платформы. И для того, чтобы данный код мог выполняться на конкретном процессоре, есть специальная виртуальная Java-машина — JVM. Эти машины учитывают все особенности архитектуры платформы и знают, как обработать Java-команду. По сути, это просто специальная программа, которая переводит ByteCode в машинный код для конкретного процессора. Для нас это значит, что один и тот же Java-код можно запустить и на телефоне, и на компьютере, и где угодно еще. Другой важной особенностью технологии Java является гибкая система безопасности. Виртуальная машина сама садится за тем, чтобы программа не получила доступ к тому, что выходит за ее полномочия. Например, попытка несанкционированного доступа к данным или соединения с другим компьютером вызовет немедленное прерывание. Обычно на Java реализуют веб-сервисы и приложения заказчики из очень крупного бизнеса, в том числе Netflix, Amazon, eBay, LinkedIn и многие другие. Большим компаниям в программах нужна надежность, стабильность и возможность поддерживать их долгое время. Сочетание объектно-ориентированного программирования, управления памятью и независимости от архитектуры делает Java идеальным решением для этого. Но у всего есть и обратная сторона. К недостаткам концепции виртуальной машины относится снижение производительности. Java программы в полтора-два раза медленнее, чем тот же код, написанный на C. Кроме того, к недостаткам можно отнести и громоздкий код со множеством слов и знаков. Он хуже читается и может быть сложноват для новичков, хотя многие разработчики чувствуют себя комфортнее со строгим синтаксисом. А с 2019 года компания Oracle, которая, кстати, владеет лицензией на Java, вела платное обновление для бизнеса и коммерческого использования. Несмотря на все это, согласно индексу Тёби, Java долгое время занимал первое место среди самых популярных языков программирования. И хотя в разработке под Android Java сейчас вытесняется языком Kotlin, он все еще входит в тройку самых популярных языков программирования, уступая лишь C и Python. Java — замечательный выбор для веб-разработки, разработка предложений на Android, а также если вы хотите попробовать себя в объектно-ориентированном программировании. Вакансии, в которых указана зарплата, начинаются от 70 тысяч рублей. Большинство предложений попадает в диапазоне от 100 до 200 тысяч, а продвинутым разработчикам предлагают до 300 тысяч рублей. А учитывая большое количество уже написанного кода, который надо поддерживать, Java-специалисты будут востребованы еще очень долго. Если вы заинтересовались, то освоить язык вам поможет курс от Loft School Java для Android-разработчиков. На курсе рассмотрены основные возможности языка, его синтаксис и элементы объектно-ориентированного программирования. Ну а я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok